Панельный дом серии P44, модификация, по-моему, буква Т. Довольно-таки современный, скажем так, дом, построенный в начале нулевых. Здесь будет полный ремонт санузла, начиная прямо с самого начала. Здесь была когда-то сантехкабина, теперь ее здесь нет. Вот мы можем посмотреть на абсолютно пустое помещение. Здесь мне предстоит возвести новые стены в тех размерах, которые будут мне нужны, которые будут требоваться. Также не забуду сделать дверной проем в нужном мне месте. В общем, самое удобное, скажем так, начало работ, когда я могу все сделать под себя с самого начала. Но первым делом, прежде чем возвести стены, нужно будет изменить стояки водоснабжения и канализации. Вот это вот типа а-ля полотенцесушитель мне явно будет мешать выстраивать новые стены, потому что у меня как раз вот простенок будет проходить здесь. Поэтому скоро у меня придет сварщик и переварить мне эти стояки, и все будет по-новому. Меня зовут Василий, и это первый ролик, посвященный ремонту санузла в данном доме. Я постараюсь осветить практически все моменты. Ну, а сейчас давайте перейдем к переварке стояков. Начинаются работы по переварке стояков. Сейчас срезан полотенцесушитель. Один участок стояка уже готов. Осталась теперь горячая вода. Сейчас все вырезано. Сверху это находится компенсатор линейного удлинения. Он здесь останется, он должен быть, раз он здесь находится. Сейчас трубочка вот новая примеряется. Подрезается. Все, что нужно, будет дальше переварка. Уже потом будут необходимые врезки для кранов. Работа по переварке завершены. Оставлен компенсатор, как я и говорил. И выведено два отвода. Для горячей и для холодной воды. Для меня самое главное, чтобы вот эти отводы были строго в нужных мне местах, которые я изначально задал с помощью программы в проектировании. Так же, чтобы они были все по уровню, как здесь, и по вертикали. Ну, в зависимости от тех заданий. Мой сварщик, который меня здесь все это делал, разумеется, все это смог сделать. Я с ним не первый день работаю. Все получилось просто идеально. Все четко, ровно, на одной высоте, как мне и нужно было. Останется только пройти швы сварные специальным цинковым спреем, потому что трубы оцинкованы. Цинк – это защитное покрытие для трубы. Поэтому продается специальный цинковый спрей, как краска в баллончике. И все это проходится. Это сделается чуть позже. А дальше мне нужно будет заняться стояком канализации. И вы это увидите чуть дальше. Я приехал на завод. Это полностью локализованный в России завод немецкой компании Остендорф, где производятся системы для водоотведения, то есть канализации. Здесь производятся сами трубы и непосредственные фитинги для них. Разумеется, не все, но самые популярные, которые используются в нашей стране – это внутренняя и внешняя канализация. Здесь полностью весь цикл производства. Сейчас нахожусь в производственном цеху. Здесь находятся различные станки. Допустим, здесь станок, который делает фасонные элементы и методом литья под давлением. Пойдемте, покажу, какая готовая продукция. Сам станок находится здесь. По ленте-транспортеру уже готовая продукция поступает в данный, скажем так, не знаю, контейнер, где уже упаковщик устанавливает уплотнительные кольца и, собственно, упаковывают уже готовую продукцию в короба. Площадь цеха довольно-таки большая. Я не знаю, сколько здесь квадратных метров, я не уточнял. Также находится экструдер с длинной трубой, который делает длинную трубу, там на 3 метра. В принципе, любую абсолютно может сделать. И там же изготавливается раструба. Очень интересная система. Там уже не под давлением литье идет, там уже как экструзия работает. Тоже давайте пройдем, посмотрим, как это выглядит. Вот эта длинная такая штука называется экструдер. Здесь вытягивается труба целиком. Вот мы ее сейчас видим. На самом деле она здесь двигается. Скорость довольно-таки приличная. Нагревается, растягивается. После всего охлаждается. После на охлажденную трубу наносится маркировка. Специальным аппаратом, я не могу сказать, как он называется, я в этом не силен, но это очень интересная схема. Происходит вот такая скорость потока. В этом месте труба нарезается. Необходимый размер. Все сделано электронно. Машина все делает самостоятельно. Трубы нарезаются разных размеров. В данном случае вот здесь, по-моему, 3 метра. Вот этот кусочек полметра и так далее. Максимум, как мне сказали, здесь 6 метров трубы. В принципе, она может делать бесконечно длинную трубу. Было бы, позволяло бы несколько. После уже готовая отрезанная труба попадает вот на этот станок, который делает, собственно, на ней раструб. Получается вот такой вот элемент. Из цельной трубы получилась труба с раструбом. Ну и, соответственно, туда уплотнительное кольцо. После вся готовая продукция отправляется на временное хранение здесь, на склад. После чего довольно-таки быстро отправляется до дистрибьюторов. И к уже непосредственно конечному потребителю. Площади, масштабы довольно-таки достаточно большие. И что, ну, немного так выражает, ну, завод, есть завод, куда без этого. Также есть трубы вот примерно такого диаметра. Это, по-моему, 500-й. Зеленый цвет – это наружная канализация, которая используется для закапывания в земле. Там вообще очень большие нагрузки выдерживает. Понятное дело, в квартирах это никому не интересно. Но такие вот размеры тоже существуют. Сопоставите со мной. Ну что, с завода я приехал не с пустыми руками. Привез вот такую самую лучшую канализацию, которая вообще существует. Это Остендорф Скалан. Бесшумная канализация. Вот буду сейчас менять вот этот старый стояк из ноунейма канализации. Вот на такую бесшумную. А, очень тяжелая на самом деле. Менять канализацию надо будет быстро, потому что надо мной еще 5 этажей. Никого я не ходил, не предупрежал, чтобы водой не пользовались. Сейчас вроде, ну, наблюдаю, никто не пользуется. Но все равно надо делать быстро. Поэтому заранее подготовил необходимые тройники, которые будут вставляться вниз. Мне нужно будет опустить нижний тройник еще ниже. Для этого я не пойду к соседу снизу. Я буду использовать вот такую вот специальную насадную муфту. Выглядит она таким образом. Она надевается на гладкий конец трубы. Так вот сверху, да, и получается труба с раструбом. Внутри никаких заужений не будет. То есть она вот сверху надевается. А все заужения будут создавать лишний шум. А нам это не надо, ведь мы ставим бесшумную канализацию. Не просто так. Сначала здесь снизу отрежу. Потом отрежу сверху. И нужно будет поставить вот такой вот уголочек и отводить воду в сторону. Потому что, ну, на всякий случай, вот у меня приготовлен таз, вода будет идти сюда. Так. Так, разбираю низ, вытаскаю. Главное нижнюю трубу не вытащить, а то она не хочет походить. Вот так вот, пошатываем, все, вытащили, придавили вниз, чтобы у нас стружка никакая не попадала, вот так вот. Самое сложное и долгое, это как раз таки вырезать все лишнее. Обязательно использую смазку, потому что очень того будет входить без нее. Теперь нужно от самого верха раструба, которая временной, досюда отмерить расстояние и прибавить 6 сантиметров в данной трубе, ну либо 5, там по-разному. Посчитайте, сколько глубина раструбы. Соответственно, вот на этой трубе мы отмеряем 198 плюс 6 сантиметров, 198, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 204. Сперва надо надеть компенсатор прямо до самого конца. Вот, началось. Обильно смазываем внутри тоже. Оп, до конца. Такая вот получилась замена. Стояк необходимо в дальнейшем закрепить, но это будет позже. А пока страховочный хомут, чтобы труба не опустилась в компенсатор. Теперь я могу приступить непосредственно к возведению стен. У меня установлен лазерный уровень для того, чтобы я правильно построил первый ряд четко под 90 градусов. Я тут заранее поставил все метки, чтобы мне можно было его перемещать, двигать. Ну и, соответственно, заранее все вымерил, где мне необходимо устанавливать эти стены. Первый ряд блоков я буду устанавливать вот на такую смесь. Компания Литокол, Литоплан Рапид. Суть ее в чем? Она быстро твердеющая. То есть, буквально через полчаса она уже стает камнем. Здесь немного есть перепады по уровню на полу. Первый ряд должен быть четко в один горизонт стоять. Поэтому где-то чуть больше слой будет, где-то чуть меньше. Кто-то делает подушку стяжки такой небольшой. Мне это неудобно. Я буду укладывать сразу на раствор. Просто первый ряд будет чуть толще. Где-то чуть меньше. То есть, буду нивелировать как раз таки вот смесью. Луч у меня настроен на внешнюю сторону. Сейчас я буду находиться условно внутри помещения. Луч будет снаружи. Ношу запасом. У меня здесь стоит еще один уровень, который мне показывает горизонт. Я знаю, что здесь мне надо примерно полтора сантиметра нижний слой. Поэтому смело вот с запасиком. Чтобы было лучше видно луч, я сам блок буквально чуть-чуть от луча отвожу. И буду использовать уровень. На нем будет отражаться луч. Для склейки первого ряда, чтобы не заводить новые растворы, этот слишком густой. Клей пену буду использовать. Ну что, первый ряд завершил. Он уже схватился. Можно продолжать. Я единственное забыл сказать, что перед тем, как начать его укладывать, я здесь зону прошлифовал, где будут стены. И, соответственно, загрунтовал. Загрунтовал как пул, так и, собственно, места примыканий. Далее, когда мы подходим к стенам, там к стене не надо ни на что приклеивать. Я не приклеиваю. Я оставляю там где-то сантиметра или два. Позже это заполняется вместо либо пены, либо клей пеной. Я буду использовать клей пену. Теперь, собственно, можно будет укладывать второе и последующие ряды. Далее это буду делать я при помощи клея для блоков. Он довольно-таки мягкий, пластичный, цементный. Использовать я буду гребенку, шпатель. Соответственно, слой будет очень маленький. Примерно два миллиметра, может быть три и так далее. Важный момент. Блоки нужно всегда перевязывать. Как это выглядит. Вот у нас два блока есть, вот у нас есть целый. И он должен накрывать, собственно, вот этот шов. И так далее, переходить. И потом сюда кусок. В этом месте желательно хотя бы, ну, в идеале половина. Если не получается, можно, в принципе, одну треть, две трети делать. Это тоже нормально. Ну, посмотрим, как будет идти. Вот здесь будет нормально. И, соответственно, вот сюда кусок будет хорошо. Сейчас замешаю клей и, собственно, все покажу наглядно. Клей надо замешивать по инструкции, ну, либо на глаз. Я, собственно, иногда это делаю на глаз. Я делаю его себе таким довольно-таки, не знаю, очень ближе к жидкому, да. Потому что мне так проще. Газоблок впитывает воду довольно сильно. Поэтому вот из этого полужидкого он становится таким уже нормальным. за счет того, что слой клея будет тонкий, схватываться блоки также будут быстро. Поэтому после первого ряда можно хоть за весь день возвести стены до самого потолка. Там уже, собственно, от скорости зависит, успеем, не успеем. Посмотрю, я пока не знаю. Ну что, наносим клей примерно на длину блока. Далее делаем зубчатым шпателем. Зубчатым шпателем снимаем, формируем бороздки. Берем блок, очищаем и втираем. Далее смотрим по уровню, чтобы все было ровно. Уровни смотреть нужно только с одной стороны, допустим, вот внешне. Внутри нет смысла прикладывать. Блоки играют по толщине немного разные, поэтому показания уровня могут отличаться. Заранее определяем все, какую сторону будем следить и так делаем. Над дверным проемом можно особо сильно не заморачиваться. Я его всегда делаю во время кладки блоков чуть больше, чем нужно. И уже потом я буду вырезать его в окончательный размер. Теперь сюда отмеряем 30 и 5. Ну вот будет 30 остаток на клей. Далее. Ну вот. Попорем. Я буду вырезать их. Поist не уменьшим, чтобы закрывать. У меня не работает. Рисуем так. Попорем. 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 Винопотяем. Попорем. 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 сразу уровень смотрим я считаю принципиально важно вот именно вот эта вертикаль чем вот этот горизонт это можно если что немножко поправить клеем это вообще не критично вот это желательно чтобы потом не наращивать толщину штукатурки настал тот момент когда верной проем необходимо соединить так называемой перемычкой чтобы стена была единым целом значит саму эту перемычку я чуть-чуть заранее уже приготовил взял два блока и склеил их с помощью клей пены на самом деле где-то за час-два этого хватает собственно получается такая вот перемычка внутри сделал такую штрабу она будет сверху внутрь уже заложится клей и я положу вот две такие металлические шпильки они будут выполнять роль арматуры то есть скажем так будет будет армирован дверной проем для того чтобы не было трещин впоследствии вот диагональных в общем армировать всегда надо все это делают по-разному тут снизу делать код сверху я делаю вот так таким образом точно так же как я уже и говорила сначала поставлю перемычку и только потом буду вырезать дверной проем сейчас он будет абсолютно не такой по высоте какой должен быть просто мне так удобно эту перемычку приклеить новые стены я возвел но у меня еще остались блоки и клей и на самом деле не просто так я их заказал с таким запасом внутри ванной пойдемте покажу есть еще одна стена бетонная несущая в которой предполагается прокладка коммуникаций по всем снипом и нормам строительным данную стену несущую запрещено как-либо повреждать то есть резать поэтому я ее также буду наращивать газоблоком важно не просто возвести рядом отдельную стену важно именно приклеить к этой стене сам блок чтобы получился а-ля толстая штукатурка потому что потом когда будем ее резать придется прорезать чуть ли не насквозь по самому низу для канализации соответственно чтобы она не рухнула поэтому она будет полностью приклеен также гребенка и клей наносим на стену ребенку использовал уже чуть побольше 10 миллиметров берем блок и приклеиваем следить за уровнем вертикалью и так далее в данном случае нет никакой необходимости мы просто повторяем плоскость вот этой стены только уже более легким материалом который разрешено будет резать и прокладывать внутри коммуникации саму стену я заранее подготовил здесь был такой белый налет я не знаю что это было я это все прошлифовал шлиф машины с алмазным диском с алмазной чашкой по бетону далее про грунтовал теперь собственно наношу клей чтобы он сильно не впитывался и адгезия то есть сцепление этих двух материалов произошло максимальное ну и так ряд за рядом до самого потолка все блоки на своих местах стены я возвел остался один нюанс помните я говорил что блоки не нужно приклеивать к стенам я специально оставлял везде зазор по всему периметру возле стен а также очень важно возле потолков не просто так дело в температурных расширениях газоблок и бетон по-разному расширяются по-разному двигаются они должны жить независимо друг от друга поэтому никакой жесткой привязки нет этот зазор заполняется монтажной пеной либо клей пеной давайте его и заполним и свяжем эту нашу перегородку со всей квартирой и все будет стоять довольно таки жестко и надежно сначала зазор необходимо увлажнить обычной водой нахожусь по всему периметру благо слегка впиталась прямо на мокрое наносить не надо пока везде прошелся она уже немного впиталась там где начал берем клей пену либо пену пистолет и выполняем зазор я начинаю с потолка потому что жидкость баллон опускается вниз и постепенно заканчивается нам нужно ведь чтобы хватило везде сантиметр или два зазора нужно для того чтобы носик пистолета мог зайти к поглубже необходимо это делать с двух сторон потому что не везде проходимся на полную глубину потолок прошли теперь будем вертикальные швы заполнять тут как раз осталось уже намного меньше после того как пена застынет ее можно срезать во время нанесения пена расширяется и заполняет все любые неровности как бы встает в распор тем самым стенка впоследствии становится очень жесткой ничего здесь не шатается и в жизни не упадет и тем не менее демпферная прослойка между бетоном и газобетоном так что внешнее давление не будут передаваться друг на друга но давайте теперь посмотрим на качество кладки есть у меня трехметровое правило поставлю его сразу по диагонали от угла до угла у нас здесь все практически идеально это черновая кладка дальнейшем она будет штукатурится на этом я думаю буду заканчивать первую серию мы с вами посмотрели как меняются стояки водоснабжения как я меняю канализацию посетили завод по производству этой самой канализации возвели стены в следующем ролике мы поговорим про штукатурные работы и я буду выполнять стяжку чтобы не пропустить новый ролик обязательно подписывайтесь можете поставить колокольчик также я оповещаю выходе новых видео в своем телеграм-канале также там некоторые информации поступает немного раньше чем на все остальные площадки что увидимся примерно через неделю пока